всем привет привет дорогие друзья всем привет привет сегодня погода чуть-чуть попрохладнее обещали 2324 но комфортно мы с османчиком побежали на прием на контроль скорую помощь вчера папа османа приехал часов пол седьмого в 7 до смочек вот и рано утром уехал по своим делам мы побежали в больницу с османом посмотрим что скажут врачи чуть-чуть кашель есть еще от харкивающий но у нас сегодня последний день сальбутамола и без адонит еще остается еще два-три дня вот османчик все больше и больше болтает но не на камеру когда я включаю камеру замолкает сейчас вышли в подъезд он кричит каяска каяска коляска то есть не четко нам нужно работать над качеством а то некоторые пишут что я сошла с ума что какая речь у него никакой речи нам дали оценку два дефектолога конечно же есть над чем работать но речь запустилась другое дело то что это речь некачественная над которой нужно работать у детей с такой патологии она однозначно присутствует из-за неправильного строения неба альвеолярным отростками за неправильное расположение языка зубов дыхание так как такие дети они по-другому дышат пока им не прооперирует небо и говорить мне о том что я сижу бездельничаю и не работаю над речи ну не знаю как у вас совести хватает потому что это первоначальная задача ежедневная над которой я работаю мы работаем осман работает вот я понимаю себя сделал бы не занималась бы ребенком сидел вон там где-нибудь в гаджетах и вообще ничего не пытались сделать тем более вы знаете что мы ждали паспорт и не получив паспорт начинать работать с турецкими логопедами морочить ему голову языками сейчас вот он мы на русском языке только говорим красота пока только на русском конечно когда дед звонит дед тоже пытается на русском некоторые слова с ним проговаривать но по-татарски все равно тоже речь звучит татарская речь звучит ну все побежали мы на автобус ну вот мы прибыли вот вот эту больницу просто огромная это одно из зданий там еще очень много много зданий мы стоим на светофоре отойдем подальше это район мельтем цены здесь очень дорогие на недвижимость дорогой район иметь ввиду цены на недвижимость дорогие оказывается водитель трамвая может нажать на кнопку ему загорится зеленый у нас мальчика просто сейчас пойдем сейчас пойдем обещаю прокачу тебя обещаю обещает вот новая ветка а открыли недавно буквально ку-ку скажи ку-ку что вы думаете привет осман осман ухватился за за бублик опять там где-то в дороге видел бублик там закончились было бублики нашли другой киоск здесь он выпросил бублик а вот ну ладно раз он хлеб не ест пусть тогда грызет бублики турецкий семит называется молочный семит взяли молочный он помягче как-то нам нужно обойти вот эту всю территорию потому что скорая помощь находится на другой стороне вот мы бежим скачем а вот они на каждом шагу эти бублики осман стоило плакать вот и здесь фруктовая лавка везде эти семиты больница большая народу много поэтому все распродается сразу вышли мы ровно в один кит время 12 часов вот чуть больше часа занимает дорога до этой больницы не близко но по параметрам анталии это недалеко мы почти дошли так откуда вход ну вот в общем пришли мы agile сервиса agile сервис от скорой помощи вот обошли вот это большое здание запахалась бегом-бегом еду лишь бы на обед не попасть но время 12 них сейчас по моему обед а можно с пол первого может быть успеем он че страшно это долго спали сегодня вот бежим сейчас оформляемся знаем куда идти и зайдем на прием врачу наелся сейчас возьму вот мы заняли очередь нам дали такую бирку там номер написано такая больница здесь он на табло написано 72 мы 75 на улице все теплее теплее 22 градусов показывала сейчас время 12 часов дня 1 час пальчики не жуем водичку дать только вода с собой а нет сок тоже есть ладно не будем марат сейчас на прием зайдем потом попьешь да гули-гули будешь давать до в общем купили мы лекарства на территории больницы будет будет за да нет буду занят буду занят уже все уже не помню название в общем ингаляции нам продолжили на контроль надо было в поликлинику как я и думала хотя они нам не уточнили ну что ж пошли в скорую помощь все равно нас послушали сказали через неделю пойти в поликлинику вот мы зашли сейчас поликлинику сожалению осман к сожалению все на обеде полтора часа обед у них на ресепшене тоже никого нет информационный стол поговорил с одной женщины сказала что нужно звонить на номер сто восемьдесят два и взять рандеву то есть назначить прием встречу сейчас придем домой буду звонить запишусь ну через неделю скажем так и сразу пойдем уже со списком своих жалоб может быть кому времени уже и паспорт будет в в в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Папа присоединился к нам Мы хотим перекусить вот здесь Здесь как раз есть суп Перекусим и решили, раз уж мы тут перекусили, пойдем в центр Калеичи А может быть просто пройдемся пока полую Доигрался? Доигрался? Вот взяли мы куриный суп Попробуем, да? Осман уж туда лимон бух плюхнул Взяли вот такую кукуречь Курица на вертеле, которая с овощами Это уже приложение и два чая Будем кушать? Пайнар Приятного аппетита! Двухэтажный базар В районе Мурат Паша Решили мы не ходить в Калеичи А посмотреть Осману на рынке В теплую пижаму Поднимаемся на второй этаж Второй этаж полностью посвящен Одежде Текстилю Продолжение следует... В Kathар какой большой рынок один этаж этого продукты второй этаж это хоба пром товары здесь дешевле все морковка 250 у нас в лимане по 5 лир кабачки баклажаны по 3 лиры здесь я за 5 брала в общем и клира 3,5 лирам помидор барыда 3-4 лирам Морковь 2,50, 5 лир. В общем, друзья, в два раза дешевле все здесь в районе Мурат Паша, нежели в нашем районе Лиман, который считается туристическим. Обалдеть! Вот и делите те цены, которые я вам называю, еще на два. Обидно. Посмотрите, какая свекла мелкая. Редистка, 3 лиры. Да, была бы машина, можем было бы сюда приезжать, затариваться. Лук под веолеры. Бананы вон за 7,50. У нас 10 они стоят. Ну, можно за 8,50 если поискать, найти. Смотрите, друзья, мандарины, ой, за мальчика, мандарины 1 лира. То есть, 7 рублей за килограмм. Видите, да, 1 лира написано. У нас на районе 3 лиры. Друзья, видели ли когда-нибудь такого тунца? А? Да нет. Обалдеть. Друзья, да, 2 лиры. Мечта Османа выщутилась. Осман, утром, утром, да? Такие комфортабельные трамваи. Новые трамвайчики. Новые трамвайчики. Ну что, друзья, так закончился наш день. Я купила хлебушек, сейчас бежим домой. Вот, записались мы на прием к врачу на четверг следующий, на 25 ноября. Ура! До свидания.